Дорогие друзья, вас приветствует канал Климатис ТВ с Ниной Петрушей. Сегодня я хочу вам представить календарь работ по уходу за клематисами на август. Для того, чтобы вы ничего не забыли при уходе за клематисами, в начале каждого месяца я буду делать обзор работ, которые нужно выполнить в том или ином месяце. Если вам эта тема интересна, то вы дайте обратную связь в комментариях. А я буду с вами делиться своим накопленным опытом многолетним по уходу за клематисами. На первый взгляд, в августе, кажется, уже все, клематис отсвел и отдыхает. Можно и нам поддыхать, но на самом деле это не так. Выйдите в сад и помечтайте о том, где вы посадите клематис. Помечтайте вместе с клематисом. Ведь творчество в саду сродни творчеству в словах. И с точки зрения мифологии и символов, клематис нам дан как лестница, которая соединяет нас с высоким. Так приложите немножко усилий и построите свою лестницу для общения с высоким. О том, как обустроить место для клематисов, у меня есть ролик «Опоры для клематисов». Кому эта тема интересна, заходите, посмотрите. Но после того, как мы, так сказать, лирическую часть закончили, переходим к практической. Что же нужно в первую очередь сделать в августе, чтобы клематисы нас радовали на следующий год? Естественно, август довольно жаркий еще месяц. Обильно поливайте. Клематисы любят полив. Подкармливайте клематисы. Очень хорошо подкормить древесной золой. Где-то полтора-два стакана на куст. Древесная зола очень хорошо влияет на формировку плетей и подготовку. Они хорошо адресневивают, их потом хорошо переносит зимняя холода. Соответственно, делайте прополку. И увлеченно этим занимайтесь. Секрет от Клематис ТВ. Клематисы очень не любят соседей. Таких как тюльпаны, нарциссы, гиацинты, дельфиниумы. Уберите подальше этих соседей от Клематисов. Потому что часто мне задают вопрос. Ой, у меня Клематис сидит, вот на месте не растет. Значит, у вас по соседству кто-то с Клематисом, тот, который не дает ему расти. И с увлечением эту работу выполняйте. Вот на этих выходных мне пришлось встретиться с удивительными, увлеченными людьми. Я вообще зоопарки не очень люблю, а здесь реабилитационный центр для хищных животных. Это Елена и Александр. Удивительные люди. И я вот вам сейчас даю зарисовку. Как вдохновение делает просто невероятные вещи. Вдохновляйтесь. Стройте свою жизнь счастливой и красивой. Сегодня канал Клематис ТВ находится в гостях в зоопарке Васильевки. Удивительные люди, которые собрали зоопарк, сброшенных животных. Знакомьтесь с удивительными и увлеченными своим делом людьми. С семьей Александром и Еленой Пылышенко. Казалось бы, везде хищные звери. Но вокруг здесь царит такая любовь. А ведь все начиналось намного-много раньше. Когда еще маленькому мальчику Саше Пылышенко попала в руки книга Джозефа Ронни «Пещерный лев», а потом Джой Адамсон, рожденная свободной. И истории о невероятной и восхитительной дружбе, слабого и беззащитного перед дикой природой человека и царя этой природы льва не оставили его равнодушным. Шло время. Мальчик рос. Вместе с ним крепло и обретало крылья мечта, которая стала реальностью. В сердце главы и хозяина всегда принадлежало львам. В особенности первенницы Кати. Между ними установилась настолько крепкая связь, что он мог свободно заходить к левице в клетку, гладить ее. Она его в ответ вылизывала, как самое родное существо на свете. Апогеем их нежной дружбы стал беспрецедентный проект «Человек и лев», стартовавший в конце лета 2011 года. В рамках этой акции нашумевший по всему миру он прожил в одной клетке с львицей 36 суток. Более того, он в ходе этого эксперимента принял у беременной на ту пору Кати роды. На свет появилась будущая звезда московского цирка на цветном бульваре Августа и ее братец Август, который остался в семье. Вниманием всех отечественных и мировых СМИ было приковано к отчаянному проекту. Каждый день люди, следившие за ходом акции, переживали, что она может завершиться трагедией. Но за весь месяц, находясь непривычно долго и близко к своему хозяину, терпеливая и мудрая львица даже не поцарапала человека. Поэтому, когда 7 сентября 2011 года Александр вышел из клетки вместе с ольвятами в руках, его уже ждали представители Книги рекордов Украины и Национального реестра рекордов. Рекорды были установлены в двух номинациях. 36 дней в клетке с ольвицей и первый человек в мире, принявший роды у львицы. Он лежит в ладошке, он делает первый вдох, он чувствует запах человека, открыл глазки тоже видит человека. И мы решаем, что мальчишка останется быть с нами. Вот ему будет уже 5 лет, 11 августа. К сожалению, когда ему исполнился год, травмировался хвост, и мы остались без хвостика. Не удалось нам сохранить эту красоту. Но таким красавцем, как папа, он станет еще через год-полтора. Еще килограммов 60 тела в нем надо, чтобы наросло. И грива еще не в таких огромных размерах, как папа. Она появляется с возрастом. А девочке Индии 7 августа исполнится 5 лет, и 3 года назад нам ее отдали из цирка. У девочки в 2-2,5 года, как и у всех львиц, проявляются инстинкты охотницы. В эти моменты они уже могут быть мамами, и поэтому их задача добывать еду для своих малышей. Проснулись инстинкты во время представления в цирке, а на старом может быть 5-6 килограммов мяса. И в принципе, это мясо любое, кроме свиньи. В основном это говядина, козлятина, иногда бывают кролики. Процентов 20-25 это яйца. А процентов 10-15 это рыба. Мы стараемся наших детей полноценно питать, чтобы они не чувствовали каких-то дискомфортов. Причем это еда не та, которую кушаем мы с вами. Если это коровка, то это не та вырезка, и не те котлетки и отбивные, которые употребляем мы. В первую очередь они потрошат желудок, который находится внутри животного, да, и поедается трава, которая переработанная в кишечнике. Микро-макроэлементы получают имена вот от переработанной травы. Кожа и шерсть съедаются тоже с этими ребятами, внутренними органами, конечно же, они тоже любят лакомиться. Если это коза, девчонки, мальчишки начинают потрошить и кушают содержимое животного, а девчонки кушают вымя. И им очень нужно большое количество кальция, ведь они каждый раз пытаются нам рожать малышей, где-то надо восполнять свои запасы кальция. Пытаются или рожают? Рожают. Пытаются восполнять кальцием и рожают при этом, да. И у вас уже были здесь? Большая лакомка, да, вот она очень любит мороженое, мороженое точно так же белый пломбир и любит наша Катя. Вот, ну так из рук Катю я уже не могу покормить. У нас сложились достаточно тесные отношения, и девочка на меня смотрит, как на соперницу, которая претендует на любовь не только самца ее, да, Самсона, но и на любовь человека, своего собственного мужа. Она старается меня отогнать и не подпускает близко. А к мужу нормально относится? Мужа она безумно любит. Любит, да. Любит. Ну, так настоящая девочка. Первая у нас появилась Катя, это была безумная мечта детства моего супер. Ну, вот на нас обратились дрессировщики из цирка. Сначала хотели купить Сансоной 20 в цирке. Мы, конечно же, не расстались со своими существами. Завязалась дружба с цирком, и нам потихонечку стали предлагать своих животных, которые уже просто были старенькими, надо было. Ну, красавец какой он. Или же существа, которые приезжали просто как в санаторий на карантин. Чего ты чешешься? Что там рядом? Блохунки? Запастись витамином. У тебя там блохунки? Не, он сейчас еще линяет у нас. И вот таким образом стал создаваться реабилитационный сет. А ты попрошайка, да? Да. Ты просишь, яблоко тебе дать. Можно, конечно же. Тебе яблоко дать? Да. Два года назад мы увидели сюжет по телевидению о том, что бывший наш министр налогов вслед за президентом страну покинул. Взять революционный. И как в многих чиновниках у него тоже оказался такой зоопарк. Медведи и тигры в нем обитали. Животные в прекрасных условиях, прекрасного содержания. Ну, так сложилось в жизни медведя и человека, что они остались друг без друга, да? Поэтому вопрос, что делать с этими существами, стоял в сюжете. И муниципальные зоопарки уже не в состоянии были принимать этих существ. И вот там два года назад... Ой, все, спасибо большое, мы уже достанем. Вот два года назад у нас появились Мишка Машка и два тигра, которых вы в дальнейшем увидите. Так это президентское наследие? Это министерское, да. Министерское. Ну, так они у вас голубых кровей. Ну, они жили в прекрасных условиях, да. И человек, когда узнал, что животные передаются к нам, их хозяин как бы побеспокоился о них. Он на наш фонд, он узнал, чем занимается наша семья. Он на наш фонд перечислил денежку, за счет которого мы построили вольер для медведей и для тигров. То есть, ну, поступок относительно действительно благородный и достоин уважения. И человек не бросил своих существ и в ответе за тех, кого приручил, да. Миша и Маша, им только пять лет. И то, что они сейчас себя ведут, это типичное явление для медведей. В природе никто едой не делится. Каждый сам за себя. Вот, поэтому четкий дележ еды, особенно если это вкусненькое. Ну, зачем я с кем-то буду делиться. Им только пять лет. Это бурый медведь, который обитает у нас в Карпатах. И в Украине карпатский медведь занесен в Красную книгу. Вот. И пятилетний медведь, если сравнить с возрастом человека, это 10-11-летний подросток. Быть мамой и папой они смогут быть уже после семи лет. Сейчас у них начинается гормональное согревание, гормональные какие-то срывы. Детвора. Да, еще как бы детки. Что вы творите? Не без того, чтобы не поподсматривать, кто как устроен. С первого июня или с конца мая, в начале июня, медведей гон в природе. И девчонки к первому июню уже в новой шерстке. В летней, новой, красивой шерточке, которая скоро будет набиваться мехом к зиме. А мальчишки линяют намного позже, потому что старая шерсть для них как броня. Ведь они дуэли устраивают за даму. Но иногда даже дама тоже должна проверить. Это же как в мультике, Егор, про балу. Видишь, такие у него нарисованы, как бы фартушки. Есть и яблоки для этих медуялок. О, яблоки мама принесла. Давай я одну. Подожди, может... Не, 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 Егор, так кое. Сейчас он... Я сейчас к одному кину, а потом туда перейдем. А ну, держи. Вот и моя ляпочка. Как маленькая девчонка каприцка. Есть сестричка маленькая. Вот поведение маленьких медведенок типично для нашей галечки. Ребятки, это гималайские медведки. На, 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 на. А наши сады... Гималайские медведки. 31 декабря шпунтику исполнилось только три года. Он приехал два года назад вот таким маленьким малышом, которого сразу прозвали шпунтиком из Харьковского экопарта. Он жил со своим старшим гадиком. Для брата привезли уже невесту и два взрослых половозрелых существа. Стали гонять, прогонять малыша со своей территории. Новых вольеров там уже не предусматривалось строиться. Поэтому нам позвонили и предложили ему садовой плен, забрали. И два года мы искали для него подружку, гаечку. А, это хорошо. 15 января гаечке исполнился один год и взяли мы ее из Харьковского муниципального зоопарка. Между собой они не родственники, поэтому семья, которая здесь со временем образуется, будет полноценная, потом не появляться на свет. Этим малышам мы будем безумно рады. Ну, такие они, да? Гималайские медведи уже сразу понятно, да, почему гималайские, потому что их родина, это гималайские горы и северные джунгли. Этого медведя все знают, как замечательного балуи сказки Киплинга про Маугли. Размерами они будут небольшие, в связи с тем, что они лазят в горах и все, что они будут. Давай, давай, давай. Хороший посадь, шишки на маугли. И хорошие они, хорошие. Но по характеру, ребятки, они маленькие. Вот мальчик будет 50 килограммов, 50 килограммов, 90 всего на все. По характеру отчаянные, драчуные забияки. Которые любят купаться, да. Купаться, мыться. Девочка Эйва маленькая, родилась у Сакуры Ротгарда, да, вот эта болтушечка такая маленькая. Ну, самая воинственная среди всех, она такая, что может, и льва, может, и там набить, чтобы защитить свой кусок. А Аврора старше, чем львята. Вот это детский сад. Да, вот она, ее нам отдали на воспитание. Человеку подарили на день рождения. Заходите, подписывайтесь, вдохновляйтесь многоликими клематисами. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ